Сие нападение оказалось Иоанну вероломным, по крайней мере он не чаял его в конце лета, советовался с боярами и спешил отправить гонца Шевригина к императору, даже к папе с убеждением, чтобы они вступились за нас. В грамоте к первому доказывал, что Стефан воюет Россию за ее тесную дружбу с Максимилианом, требовал, чтобы Рудольф исполнил свое обещание и прислал уполномоченных в Москву для возобновления союза против общих врагов. Жаловался папе на злобу и вероломство Баториева, предлагал ему усовестить, отвести его от ненавистной связи с турками, уверял, что ревностно желает вместе со всеми европейскими государями ополчиться на султана и быть для того в непрестанных дружественных сношениях с Римом. Имея силу в руках, но робость в душе, Иоанн унижался исканием чуждого, отдаленного вспоможения, ненужного и невероятного. Он не думал сам выступить в поле, расположил войско единственное для обороны и, не зная, куда устремиться Баторий, направлял полки к Новогороду и Пскову, Кокенгаузену и Смоленску. Занял и берега Оки, близ Серпухова, опасаясь хана. Сия неизвестность продолжалась около двух или трех недель, и Баторий опять явился там, где его не ожидали. Историк Стефанов с пышным красноречием описывает устройство ревность войска, одушевленного гением начальника. Конницу предводительствовали фенаторы и лучшие воеводы. Многие из знатных чиновников, гражданских и придворных, служили в ней наряду с простыми всадниками. Большая часть пехоты Нового набора еще не видала огня. Немецкие и седмиградские опытные воины составляли ее твердую основу. И между ими отличался бодростью изменник наш, датский полковник Георгий Фаренсбах, который знал силу и слабость русских, был предводителем Иоанновой и Ливонской дружины. Неприятель шел болотами и лесами дикими, где 150 лет не ходило войско, где только Витовт в 1428 году умел открыть себе путь к областям новогородским, и где некоторые места еще назывались его именем. Баторий, подобно Витовту, просекал леса, делал гати, мосты, плоты, сражался с трудностями, терпел недостаток, вышел к Велижу, к Усвяту, взял ту и другую крепость, наполненные запасами, и, разбив легкий отряд нашей конницы, приступил в исходе августа к Великим Лукам. В сей город, красивый местоположением, богатый и торговый, ключ древних южных владений новогородской державы, обещал знатную добычу к растолюбивому войску, близостью свою к Витебску и другим литовским крепостям, представляя удобность для осады. Там находилось тысяч шесть или семь россиян, но в Торопце стоял воевода князь Хилков с полками, довольно многочисленными. Были вылазки смелые, иногда и счастливые. В одной из них осажденные взяли знамя королевское. Хилков, избегая общего сражения, везде стерег литовцев, хватал их в разъездах, истреблял целыми толпами и ждал других воевод из Смоленска, Пскова, Новогорода. В сие время, когда надлежало восстать России и подавить дерзкого Батория, спешили к нему в стан уполномоченные Иоанновы, князь Сицкий и Пивов для унизительных договоров. Стефан принял их в шатре величаво надменно, сидел в шапке, когда они ему кланились от царя. Не хотел сказать им учтивого слова. Послы требовали, чтобы король немедленно снял осаду. Вместо ответа загремели пушки литовские. Тут послы изъявили снисхождение, сказали, что еще в первый раз московский государь начинает переговоры с Литвою вне Москвы, что он будет именовать Стефана братом, если король возвратит нам Полоцк. Соглашались не требовать и Полоцка, уступали Курляндию и 24 города в самой Ливонии. Но Стефан хотел всех областей Ливонских, даже Великих Луг, Смоленска, Пскова, Новогорода. Тут Сицкий и Пивов, объявив, что уже не могут уступить ничего более, потребовали отпуска или дозволения писать Каану. Отправили гонца в Москву, и в тот же день, сентября 5-го, от взрыва башни, наполненной порохом, взлетела на воздух часть крепости. Огонь довершил разрушение стен, а меч неприятельский — гибель россиян. Король взял пепелищи, омоченные их кровью, покрытые стерзанными телами и членами. Велев немедленно восстановить укрепление сего важного места, он напал на Хилкова близ Торопца и разбил его. В всем жарком деле пленили сановника царского Григория Нащукина, употребляемого в посольствах, думного дворянина Черемисиного, любимца Иоаннова, и двести детей боярских. В то же время литовский верьможа Филон Кмита с девятью тысячами всадников приближился к Смоленску в надежде сжечь его предместие. Но встреченный в поле тамошними храбрыми начальниками Данилом Ноктевым и князем Федором Масальским бежал, кинув знамена, обоз и шестьдесят легких пушек. Сии единственные наши трофеи вместе с тремя стами восьмидесятью взятыми пленниками были посланы в Москву, за что Иоанн наградил воевод золотыми медалями. Еще Баторий, несмотря на глубокую осень, усиленно продолжал войну. Невель, озерище ему сдались, За Волочьи, крепостью и место и мужеством воеводы Сабурова держалась и стоила неприятелю дорого. Наконец, так же сдалосься. И Баторий выпустил оттуда россиян с честью. Сим заключился его поход. Войско изнемогало от трудов и недугов. Сам король лежал больной в Полоцке. И еще с бледным лицом явился на Сейме Варшавском, дать отчет в делах своих. «Радуйтесь победе», — говорил он панам, — «но сего недовольно, умейте пользоваться ею. Судьба предает вам, кажется, все государство московское. Смелость и надежда руководствуют к великому. Хотите ли быть умеренными? Возьмите, по крайней мере, Ливонию, которая есть главная цель войны. И присоединенная навеки к империи ляхов останется для потомства знаменитым памятником вашего мужества. Да то ли нет для нас мира». Требуя нового вспоможения людьми и деньгами, король жаловался панам, что они не дают ему способов вести войну непрерывно, что время теряется для него в переездах и шумных прениях Сейма, а войско слабеет духом в праздности, и Россия отдыхает. Баторий действительно тратил время. Но литовские воеводы и зимою еще тревожили Россию. Внезапным набегом взяли холм, выжгли старую русу, обогатились в ней добычей. В Ливонии взяли Шмельтон, опустошили вместе с изменником Магнусом часть дербцких и самых псковских владений. С другой стороны показались и шведы, завоевали Кексгольм, осадили Падис, где многочисленные россияне, томимые голодом, ели собак, кошек, даже мертвые тела младенцев. Но застрелили шведского чиновника, предлагавшего им сдать крепость. Там с горстью отчаянных сидел воевода-старец Данила Чихачев. Шведы, овладев замком, нашли в нем не людей, а тени. Умертвили всех, кроме одного молодого сановника, князя Михаила Сицкого. В течение зимы они взяли на договор и Везенберг, где находилось около тысячи стрельцов московских, которые вышли оттуда с одними деревянными иконами. Россия казалась слабую, почти безоружную, и, имея до 80 станов воинских или крепостей, наполненных снарядами и людьми ратными, имея сверх того многочисленные воинства полевые, готовые устремиться на битву. Зрелище удивительное, навеки достопамятное для самого отдаленнейшего потомства, для всех народов и властителей земли. Разительное доказательство, сколь тиранство, унижает душу, ослепляет ум привидениями страха, мертвит силы и в государе, и в государстве. Не изменились россияне, но царь изменил им. Укрываясь в слободе Александровской, он написал главным воеводам Воржев или Вязьму, к великому князю Тверскому Симеону Бекбулатовичу и князю Ивану Мстиславскому, промышляйте делом государевым и земским, как Всевышний вразумит вас, и как лучше для безопасности России. Все упование мое возлагаю на Бога и на ваше усердие. Воеводы, сметенные нерешительностью царя, сами опасались действовать решительно, посылали отряды для наблюдения, для защиты границ, и только однажды дерзнули вступить в неприятельскую землю. Князья Михайло Катырев-Ростовский, Дмитрий Хворостинин-Щербатый, Туренин-Бутурлин, соединяясь в Можайске, ходили к Дубровне, Орше, Шклову, Могилеву, Радомлю, выжгли уезды и посады сих городов, разбили литовцев под стенами Шклова, где в самых воротах пал мужественный Бутурлин, и привели в Смоленск множество пленников, и Иван дал им золотые медали, но не ободрился в духе, как увидим. Продолжение следует...